будущее определено только исключительно негативно в тех докладах которые у нас на слуху за ярлыками мы теряем суть понимания нашей страны их надо разбивать два десятилетия существовал и шеф последний диктатура европы борьбу за беларусь ведет между собой с одной стороны запад с другой стороны россия идет вторая холодная война она гораздо более опаснее чем первая на менее контролируемые журналисты любят именно вот такие заголовок и приветствую всех за круглым столом в пресс-центре белта это экспертная среда совместный проект белорусского института стратегических исследований и белорусского телеграфного агентства это уже наша вторая программа первый раз мы посвятили свое заседание теме роли и задачи нового парламента на этот раз хотим обсудить важную на мой взгляд тему тем более она на слуху на протяжении этого года а именно я и сформулировал как аналитика о беларуси правда и вымысел в чем дело мы на протяжении проанализировав информационное пространство обратили внимание что на протяжении этого года просто произошел такой вал разных аналитических докладов о беларуси да вот у меня перед глазами порядка полутора десятков докладов это только доклады западных фабрик мысли аналитических центров а ведь и есть и другие форматы осмысления это и социологические опросы и встречи и мероприятия вроде минского диалога да и даже вот последнее слушание в конгрессе сша да это тоже своего рода попытка осмыслить белорусскую тему но белорусскую ли тематику да ведь вот 5 числа когда президент встречался с нашими парламентариями он сказал такую фразу я кстати попрошу коллег белта чтобы они вывели ее на экран он сказал следующие слова что борьба ведущих геополитических сил за сферы влияния это в общем сегодняшняя реальность и так получилось что вот на протяжении года мы видим очень много обсуждений беларуси в контексте вот этой вот геополитической борьбы и я хочу вот первый вопрос формировать как почему столько внимания нашей стране ведь мы столько раз слышали что у нас по сравнению с той же россии ввп ну не идет в сравнении наши ресурсы тоже природные ресурсы не говорят о том чтобы свет клином сошелся вот за какую в какой-то острой борьбе именно вот на этом пятачке тогда почему беларусь стала таким важным фактором геополитической реальности европы коллеги я прошу вас высказываться ну давайте я для старта может быть первое слово дам олег сергеевичу спасибо а дальше давайте мы уже вступим в драку и начнем в хорошем смысле этого слова не как на российских телеканалах спасибо ну во первых строках хотелось сказать о том что действительно первый блин предыдущая наша встреча была никому мне понравилась глубина дискуссий и мне кажется что удачное начало что касается ответа на наш вопрос с моей точки зрения две составляющих есть в том почему столько внимания во первых есть конечно же напряжение геополитической платформы там тектонические платформы которые вокруг нас и которые сейчас находятся в состоянии противоречий они как раз таки и обнаружили беларусь и в связи с этим к ней интерес а во вторых мне кажется что беларусь сама тут в общем то к себе привлекла внимание своими мирными инициативами и достаточно громким голосом своим и отличным от в общем то такого при непривычного там привычных нот понятных нот то есть со своей собственной нотой ворвалась в эту повестку и в связи с этим вызвало к себе интерес а кто это там говорит и кто говорит о мирных инициативах и кто говорит о добрососедстве но вот этим вызван интерес а вы как опытный дипломат вам вот с этих позиций дипломатических как видите вы видели всю эту динамику внимание беларуси акценты которые делали раньше и которые делают сейчас да но прежде всего хотел сказать что внимание в беларуси оно совершенно обосновано и вызвано объективными причинами ну во первых это наше географическое положение и вытекающая отсюда геополитическая ситуация которая с нами связана и мы являемся союзником россии мы соседствуем с украиной за которую сегодня идет геополитическая борьба мы являемся соседями европейского союза непосредственными соседями и мы сегодня единственная страна которая сохранив уважительные и добрососедские отношения по сути да мы сегодня действительно являемся эпицентром внимания поскольку с одной стороны мы можем формировать новую модель отношений между геополитическими центрами силы потому что можно и так можно что-то говоря не бороться за влияние в той или иной за ту или иную страну а можно в этой стране сотрудничать с ней сотрудничать и между собой и сегодня белоруссию дает такой предоставляет такой шанс сегодня в беларуси россия может сотрудничать с европейским союзом и с едиными штатами америки в интересах всех соседей в интересах россии в интерес к евросоюза в интересах Но, конечно, для нас самое главное, чтобы это сотрудничество было в интересах Беларуси. То есть мы, каждая страна продвигает свои национальные интересы. И еще я хотел сказать об историческом контексте, потому что действительно, к сожалению, и наши соседи часто очень плохо нас представляют, и нашу историю, и знают нас. А ведь, если посмотреть в историческом контексте, то Беларусь или тогда Великое княжество Литовское, или раньше Киевское Русь, или Полоцкое княжество. Ведь именно наша территория находилась в центре очень многих важнейших исторических событий. То есть я бы сказал, что, конечно, Европа устроена таким образом, что, по большому счету, многие нити сходятся в Беларуси. И это и исторический контекст имеет значение очень серьезное, и объективная реальность, которую в историческом контексте мы видим, и сегодняшнее геополитическое положение, география. Все ведет к тому, что Беларусь есть и будет ее роль усиливаться, увеличиваться в этом геополитическом противостоянии. Но для нас очень важно, чтобы это было сотрудничество, чтобы за нас не вели борьбу в геополитическом центре силы, а чтобы мы смогли гармонизировать их интересы и обеспечить диалог и сотрудничество между ними. Для нас это очень важно. Да, это очень важное замечание. Я позволю себе в обратном порядке озвучить некоторые доклады, чтобы почувствовать тематику, под каким углом Беларусь продается. Итак, в декабре. Буквально президент встречался с парламентарием 5 числа. Она появилась раньше, накануне. 4-го, во всяком случае, в прессе уже были. Возрождение империи за фасадом союзного государства России и Беларуси. 5-го, в ноябре. Выберет ли Беларусь в запад? Центр анализа европейской политики. Ноябрь, опять же, усиливая восточный фланг НАТО. Центр анализа европейской политики. Октябрь. Как защитить страны Балтии? Джеймс Таунский фонд. Октябрь. Согласованное предложение по пересмотрю регионального порядка в постсоветской Европе и Евразии. Сентябрь. Беларусь между НАТО и ОДКБ. 25-го сентября был представлен. Вот как раз в сентябре, да, в Минске диалог у нас? В октябре. В октябре, да? Скажите, Евгений, как вы считаете, почему столько внимания в нашей стране? И почему именно так ставят вопрос? Беларусь между. Как будто надо сделать какой-то выбор обязательно в ту или иную сторону. Ну, я начну, может быть, с того, что мы просто привыкли, что к Беларуси очень мало внимания. Поэтому вот эта вспышка, которая есть, нам кажется, что это какая-то революционная прорывная вспышка. На самом деле, здесь тоже, может быть, надо умеренно это все воспринимать. Потому что если мы сравниваем с тем материалом, который выходит, например, по некоторым нашим другим соседям в регионе, Украине, Польше, не говоря уже о России, то мы все равно остаемся пока еще в таком маргинальном состоянии по количеству того внимания, которое мы привлекаем у внешних экспертов, как западных, так и не только западных. Ну, а мне кажется, что вот эти доклады, они превратились уже в такой постоянный фон. И, честно говоря, если сначала как-то обращаешь внимание на каждого, пытаешься препарировать, то это сейчас вот они уже как-то слились в одну такую сплошную линию. Я вот в этом плане не соглашусь с вами, что... Я подчеркну еще раз, что мы должны все-таки осознавать, что два десятилетия о нас практически ничего не писалось. Да, я согласен. Два десятилетия существовало вот это клише, последняя диктатура Европы. Люди на Западе, многие, в том числе, как ни удивительно, которые принимали решения, когда слышали об этом клише, им почему-то сразу начинало казаться, что они сразу все понимают про Беларусь. Притом, ладно, там бы они что-то понимали про внутреннюю политику, опираясь на эти клише. Им казалось, что они вдруг все понимают о внешней политике страны. Отсюда шел такой тоже незамысловатый тезис о том, что если это последняя диктатура, значит, это точно какой-то там заборок Кремля. Ну и, в общем, все как бы для них было бы почему-то понятно. А потом, особенно после 2014 года, как вот Олег Сергеевич сказал, начали происходить некоторые тектонические двиги в региональной геополитике. И в какой-то степени, вернее, в большой степени было неизбежно, что вот все те страны, которые будут находиться здесь, как раз-таки в зоне разлома, они начнут привлекать внимание. Хотя, учитывая, что наше внимание всегда вот было такое, за дворок России, то здесь не только вот эти сдвиги объективного характера, но, конечно же, и поведение самой Беларуси начало привлекать внимание. То есть Беларусь просто разбила эти клише. Если вы за дворок Европы, то от вас что ждут? Ну, в науке есть, в теории международных отношений есть такое понятие примыкания. От вас ждут, что вы всегда будете примыкать к России, и вообще ваш национальный интерес как бы уходит куда-то в сторону. Главное, что делает Россия, а мы таким, знаете, прицепом следуем в рамках ее внешней политики. Ну, а Беларусь, как мы видим, ведет себя иначе. Мы ставим, как Валерий Иванович почерпнул вопрос о том, что у нас есть свои национальные интересы, что мы хотим искать точки соприкосновения не антагонистические, но, тем не менее, задача любого правительства, в том числе белорусского, который существует для того, чтобы отставить собственные национальные интересы. Вот это вот начало, конечно, многим резать глаза, так как сам регион стал привлекать большое внимание через призму, конечно же, России, если мы говорим о западной аналитике, либо сквозь призму того же НАТО, если говорить о том, о чем пишут в России. И вот такое поведение Беларуси, которое выразилось и в каких-то действиях, та же площадка мирная, которая была предоставлена, она же ведь тоже была бы невозможна, если бы мы были каким-то таким российским прицепом. То есть позиционирование себя как абсолютно автономной единицы в международных отношениях было важно. Ну и потом ряд инициатив, которые отсюда начали исходить, и какие-то более практические, какие-то, вернее, такие 7-минутные, какие-то далеко идущие. Вот это все и начало вызывать повышенное внимание, если можно повышенным назвать. Я еще, может быть, конкретизирую вопрос, какова роль Беларуси в этой аналитике о Беларуси? Ведь что получается? Кто адресат этой аналитики? Они фонды, аналитические центры, которые обрабатывают, анализируют ситуацию, они свои выводы транслируют в Беларусь? Ну, я не знаю, да? Юрий, а почему они должны транслировать в Беларусь? Или они, вот, пинг-понг такой над Беларусью, между Западом и Россией происходит, да? Вот они между собой, а мы, вот, просто наше информационное поле стало, ну, так уж получилось, что вот этот пинг-понг в нашем информационном поле происходит. Нет, если я уже тогда еще здесь добавлю, то есть, в первую очередь, они пишут эту аналитику для тех получателей, для тех людей, принимающих решения в их странах. И это, как бы, естественно, и, опять же, именно этим объясняется вот этот какой-то возросший интерес, потому что этим людям, которые принимают решения на Западе, в том числе, ну, и на Востоке тоже, нужно вообще понимать, как выстраивать отношения с Беларусью, которая вдруг в их глазах перестала выглядеть вот этим черно-белым клише. Поэтому туда оно и направлено. Другое дело, что в наших интересах, но об этом мы, наверное, поговорим позже, посылать те импульсы, которые будут формулировать, вот, и аналитику, и выводы, которые дают эти люди. Кстати, вот, я не знаю, у вас, наверное, нет, это не доклады, а вот ряд публикаций, вышедших на прошлой неделе, опять же, наверное, отдельно про них поговорим, вот они как раз-таки имеют качественный характер и показывают, к чему мы можем приходить, как Беларусь, страна заинтересованная, чтобы о нас адекватно за рубежом говорили. Да, очень важно, что вы затронули вот этот аспект, потому что вот в этом потоке аналитических материалов о Беларуси вот я вижу такие две крайности. Первое, что скоро опять по территории Беларуси пойдут танки, и Россия с НАТО будет вот именно как-то через нашу территорию сводить грузовым счёты. Второе направление, ну, как раньше говорилось, войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется, да? Валентин, вы основательно изучали в Беси тему с докладами. Пожалуйста, выскажитесь о том, вот какая риторика транслируется, к чему вот это вот всё? Ну, риторика транслируется разная, порой даже противоречивая. Просто надо понимать, что если большое внимание к Беларуси, то на Беларусь возлагается и большая ответственность за всё происходящее. Что касается, действительно, я увидел лично в докладах очень большой перекос в сторону позиционирования России как явной, неминуемой, неизбежной угрозы для Беларуси, что Россия, например, стремится поглотить Беларусь. И чётко прослеживается линия на отмежевание от России. Да, в этих докладах не говорится о том, что вы должны немедленно разорвать союз с Россией, говорится о неком частичном выходе из союзных обязательств с Россией. Например, значит, если мы, ну что такое, вот в один из докладов рэндовский предлагается, ну давайте выйдем из ОДКБ, как просто такой небольшой шаг взамен на многосторонние гарантии. Я был в числе авторов этого доклада, совсем не так, но я удалось вступать в эту экскурсию. Ну хорошо, но в другом докладе, пожалуйста, обыгрывается тема нейтралитета, Беларусь должна быть нейтральным государством, но при этом говорится о том, что, например, белорусские полонезы могут быть направлены против Москвы. В статье New York Times брошен фейк, например, о том, что концепция нашей информационной безопасности, она направлена на противодействие не столько западноевропейским демократическим идеям, сколько потоку агрессивной шовинистической пропаганды России по принижению белорусской государственной языка и собственной истории. То есть в данном случае действительно я вижу некое преувеличение угрозы со стороны России, и некую противоречивость, когда нам с одной стороны говорят про нейтралитет, а с другой стороны говорят, что ваши полонезы направлены в другую сторону могут быть. Тогда вот возникает такой перекос. Поэтому действительно можно сказать, что на территории нашего информационного пространства ведется очень жесткая информационная борьба. При этом она ведется не только с западными силами, но и российскими силами. Надеюсь, справедливости рады. Надо отметить то, что и на Беларусь транслируется тоже поток пропаганды. Прежде всего, если Запад использует такого рода инструмент, как аналитические доклады, который сейчас стал модным, то с российской стороны выбрасываются с известных телеграм-каналов, разные фейки, которые дискредитируют нашу страну, руководство нашего государства. И фактически мы, когда все это видим, мы видим, что борьбу за Беларусь ведет между собой с одной стороны Запад, с другой стороны Россия. Центральный тезис – это сакральная для нашей Беларуси вещь, это суверенитет. И при этом, если западная пропаганда говорит о том, что Россия является непосредственной угрозой белорусскому суверенитету, то вот эта, например, бульба престолов, она тоже самое говорит. Мы собираемся присоединить Беларусь, а, собственно говоря, белорусы – это русские. Таким образом, я вижу честную смычку между этими двумя тезисами. Один тезис, другой подтверждает другой тезис, и при этом и то, и другое является пропаганда. Я не хотел бы каждому давать слово, но просто вначале, может быть, я вот так вот обозначил, Юрий Вячеславович, я тоже. Пожалуйста, слушайте. Я просто быстро отреагирую. Не по выводам, потому что с выводами я на самом деле полностью согласен с этими финальными. И очевидно, что для нас самый большой вызов сегодняшней ситуации в том, чтобы, учитывая где-то осознанные радикальные позиции, грубо говоря, на Западе и Востоке, а где-то просто неосознанные, а по автомату воспроизводимые, приучить всех и на Западе, и на Востоке, что вот есть Беларусь со своими национальными интересами, и или мы работаем в их рамках, или же у нас ничего не получится. Просто я хотел вот про этот доклад рано, потому что я читал их в СМИ, разной, хочется назвать конспирологией, а не конспирологией. Просто, наверное, я не знаю, насколько Валентин ознакомился полностью с этим докладом. Я приоткрою какую-то банальную занависть того, что там происходило. Была создана группа Рэндом и рядом других организаций, задача которой стояла проанализировать возможные какие-то модели обустройства системы региональной безопасности, которая бы снизила ту напряженность, которая существует сегодня. Просто, чтобы вы понимали уровень представленности в этой группе, например, от России, там работало три человека. Это Андрей Закурский, наверное, самый главный российский эксперт, который постоянно консультирует МИД России по вопросам безопасности. Это Сергей Афонцев, который является заместителем директора Института Примакова. И это представитель России, третий человек в трехсторонней контактной группе. Ну, то есть, я думаю, при таком представительстве понятно, что речь не идет о каком-то антироссийском заговоре. Я там тоже участвовал от вот этих наших серединных стран. И откуда там возник этот тезис с Белоруссией? Была представлена некая гипотетическая модель, которая, на мой взгляд, конечно же, не может работать. Это вы право выход из ОДКБ, да? Ну, не выход, да. То есть, суть этой модели в том, чтобы сделать некий консультационный механизм в Европе, который будет отвязан от Совета безопасности и позволит оперативно, с учетом всех стейкхолдеров, принимать решения, которые будут избегать того, что произошло, например, в Украине. И для того, чтобы показать, как эта модель будет работать, предложили вот эту тему, вот, а что произойдет, если Беларусь, например, вдруг захочет выйти из ОДКБ. Я, конечно, был не то чтобы против этой модели для обсуждения, но я предлагал, давайте обсудим еще тогда вариант того, что, например, Украина вдруг захочет вступить в ОДКБ, да? Ну, для того, чтобы уравновесить. Ну, на что и российские, и западные участники этой группы мне сказали, что, понимаешь, само предложение, которое мы выдвигаем вот в этом докладе, оно, если вы заметили, очень созвучно с тем, о чем говорил Медведев в 2010 году, когда предлагал эту идею нового договора о европейской безопасности. Поэтому, боясь, что этот доклад получит просто тотальную критику на Западе, было принято решение для уравновешения создать вот этот сюжет. Я, конечно, понимаю, что это у нас сейчас вызвало такие эмоции, но просто к этому нужно, соответственно, относиться. Это некая интеллектуальная провокация, никак иначе. Но, подчеркну, ни Загорский, ни какой бы другой представитель России не ставил бы по ним подпись, если бы это было что-то такое, вот, как кому-то показалось. Игорь Вячеславович, а Вы как считаете, вот, каково соотношение аналитики и пропаганды в этих докладах? Как Вы думаете? Ну, как всегда в таких случаях, 50-50. У нас идет новая холодная война, и здесь пропаганда, она является неотъемлемой частью всего, что выходит в информационное пространство на более-менее заметных уровнях. Я бы хотел немножко иначе сформировать примерно все то, что было сказано, немного с другого ракурса. Мне кажется, что интерес к Беларуси обусловлен сегодня двумя причинами. Первая причина. Много десятилетий, наверное, от времен прошлой холодной войны, западное экспертное сообщество смотрело на Беларусь глазами тех, кого мы здесь обычно называем националистами. То есть людьми с, может быть, романтичным подходом к прошлому и настоящему Беларуси, может быть, как-то иначе их назвать. Но мы привыкли называть их националистами, сторонниками построения в Беларуси типичной восточноевропейской, лидерноцентричной нации. Так сложилось. Сначала холодная война первая, затем период нашей конфронтации с Западом многолетний. И они занимали в основном эти площадки и глазами смотрели на нас. Сегодня ситуация изменилась. Идет вторая холодная война. Она гораздо более опасная, чем первая. Она менее контролируемая. В ходе первой холодной войны не было в Европе пятилетней локальной войны, которая идет сегодня рядом с нами. Поэтому сегодня ситуация сложнее и отношение к Беларуси, соответственно, иное. Сегодня надо внимательнее смотреть на наше небольшое государство. Тем более от него действительно какой-то исторический период многое зависит в нашем регионе. Поэтому те люди, которые раньше могли позволить себе роскошь смотреть на Беларусь не очень внимательно, смотреть по шаблону, ожидать, что здесь просто догоняющая нация, которая вот-вот проведет свой Майдан, и здесь все пойдет, как у всех в этом регионе. Сегодня они понимают, что надо присмотреться к этому государству всерьез. И они начали присматриваться. Сегодня они слушают вас, слушают, собственно, нас всех. И делают свои выводы. Там еще клише полностью не преодолены. Все-таки много десятилетий инерции, они никуда не исчезли. Но сегодня мы видим поиск и хотя бы попытку такого поиска реального знания о Беларуси. Вот в этом, по-моему, основная причина того, что вы перечислили вот этого огромного количества докладов, для нас огромного. Это знание о Беларуси нужно для того, чтобы не ошибиться. Потому что сегодня цена ошибки политической в нашем регионе Европы выше, чем даже была в ходе той холодной войны, которую ввел Советский Союз и Запад. Если позволится, я хотел бы несколько слов сказать о соотношении политики и аналитики. Потому что все-таки мы все понимаем, что политика любого государства и внешняя, и внутренняя во многих отношениях диктуется и определяется национальными интересами. И национальные интересы объективны. Они не зависят ни от нас, ни от системы, какая госуправление и так далее. Они практически постоянно определяются целым рядом фактором, связанным, я имею в виду национальные интересы, и доступом к рынкам, и транспортным материям, и вопросами, связанными с конкурентом, доминированием и так далее. Это отдельная тема. Но я хочу сказать о том, что невозможно... Любые центры могут делать свою аналитику, но они делают всегда аналитику в интересах каких-то групп, в интересах реализации той задачи, которая поставлена, я имею в виду групп страны или одной страны. И страны, они эту аналитику для себя готовят для того, чтобы наиболее эффективным образом осуществлять свою внешнюю и внутреннюю политику. И внешнюю, в том числе, в отношении того или иного региона или той или иной страны опирались. Поэтому аналитика, она всегда носит, в определенном смысле, такой субъективный характер, но имея в виду не человеческий фактор, а имея в виду национальные интересы тех или иных стран. И поэтому, все-таки, сама политика диктуется конкретными национальными интересами. Поэтому я, допустим, работаю в ОБСЕ долгое время по спредам. Есть вопросы в повестке дня ОБСЕ, организации, международная безопасность и так далее, борьба с терроризмом. И, конечно, там создавались группы мудрецов, они готовили очень серьезные доклады, самые умные люди это делали. Но в итоге даются рекомендации. Вот такие книги в конце рекомендаций, что и как страны должны делать. Но это никогда не работало. Потому что все равно каждая страна будет руководствоваться не этими рекомендациями, исходя из теории, а исходя из конкретной практики сегодняшнего дня и тех национальных интересов, которые она реализует, и той политики, которая есть. Поэтому, говоря о аналитике, надо понимать, что мы не можем брать за основу аналитику, которая делается в Польше, в России, или в Штатах, или в Литве, или в Украине. И как-то мы можем учитывать, как они рассматривают нас, какие они находят слабости у нас, какие сильные стороны. И анализируя это, делать выводы для себя. Что нам нужно укрепить, что нам нужно усилить, где у нас есть риски, с которыми нужно срочно каким-то образом справляться. То есть мы должны использовать эту международную аналитику для того, чтобы самим увеличивать, укреплять собственное могущество, собственную конкретно способность, собственные возможности. И вот это важно. Я, Валерий Иосифович, ваши слова, проиллюстрирую график, прошу коллега, сделайте, о фабриках мыслей в мире, о их количестве. Хочу проиллюстрировать вашу мысль о том, что аналитика это равно национальные интересы конкретных стран. Если сгруппировать, то вот так вот у нас получается. Более 8000 в мире, Европа 2200, Северная Америка 1900, Азия 1800. То есть осмыслением занимаются тысячи организаций, в составе которых еще помножить на, не знаю, каждую на десятки людей, наверное. То есть именно к тому, что вы сказали, что аналитика как продолжение или, не знаю, предтеча к формированию национальных интересов конкретных стран, вот, на мой взгляд, иллюстрирует вот эта вот цифра. И еще одну графику я попрошу, она, на мой взгляд, очень говорящая сама за себя, о наличии фабрик мыслей в России. Смотрите, за два года их количество увеличилось более чем в два раза. За год. Кто возьмет на себе смелость прокомментировать вот эти цифры? Нет, а если позволите, я просто очень коротко хочу сказать, что, знаете, есть же и другая сторона, да, этой медали, связанная с тем, что, ну, я на примере вот подобных фабрик мыслей, там, и различных центров, да, в Соединенных Штатах Америки, да, вот они создают такой белый шум, да, и их финансирует государство, как правило, фонд и так далее, но в любом случае, да, заинтересованная сторона. И вот они там шумят, они крутятся, там все это вертится, но приходит задача, да, то есть связанная с реализацией национальных интересов. Условно говоря, нужно прийти в Ирак, да, там обосновать необходимость США вторжения в Ирак, да, и нужно показать, что общественному мнению, что именно это решение США наиболее верно и правило. Поэтому из этого всего белого шума достаются конкретные фабрики вместе, которые специализируются на этом вопросе, и они начинают в общество генерировать, значит, импульсы, мысли, аналитику и так далее, связанные. В итоге проходит время, и общество готово к тому, что, да, у США нет другого выбора, кроме как осуществить вторжение, значит, в Ирак и добиться там тех или иных целей. Поэтому эти вещи, они связаны не только с аналитской, но и с формированием общественного мнения. Это вопрос, чего больше, пропаганды в этих докладах или реальной аналитики? Я разрешите вмешаюсь, тут тоже, ну, вмешаюсь, в дискуссию вступлю. Ну, во-первых, хочу выразить уважение присутствующим здесь в связи с тем, что все здесь присутствующие действительно делают незримый, но очень значимый вклад в понимание Беларуси на внешнем контуре. И Минский диалог как проект, направленный на это, и по линии парламентского сотрудничества. Не хочу никого выделять. Вот хочу сказать, что на самом деле это очень важная работа, и она в моем понимании недооценена. А в чем проблемы, связанные с фабриками мыслей? Ну, во-первых, я хотел бы подискутировать с Валерий Васильевичем, сказать о том, что да, пропагандистская функция присутствует, но в ряде фабрик мыслей она может быть, и так далее, и так далее. Но на сегодняшний день мир настолько ускорился, что, по сути дела, сейчас лица, принимающие решения, в большинстве своем, без аналитической поддержки, не способны это сделать. И если раньше этим занималась классическая наука, политология, если раньше были институты, которые, в общем-то, классически долго могли делать в стабильном мире прогнозы и давать возможность и самим политическим деятелям, давать возможность поразмыслить, получить какие-то доклады небыстрые, на сегодняшний день это не работает. Сейчас нужны мгновенные какие-то решения, а еще лучше какие-то прогнозы, какие-то сценарии, и так далее, и так далее. И вот теперь вернусь опять к докладам по Беларуси, и хочу сказать о том, что у меня несколько эффектов от этих докладов. Первое, конечно, я вижу четко, что в странах, даже в странах-соседях, даже в странах, которые вроде бы здорово нас знают, не хватает экспертов, и не хватает тех людей, которые помогли бы понять Беларусь. И вот опять же, я возвращаюсь к присутствующим, это те люди, которые эту миссию выполняют. А второе, о чем я хотел сказать, это то, что на сегодняшний день я, например, ощущаю между аналитикой и пропагандой еще целую прослойку так называемой безответственной аналитики. То есть это те доклады, те мысли, те позиции, которые вряд ли являются пропагандой, и можно их назвать пропагандой в силу того, что очень сложно понять, кто же заказчик, но при этом привносят какие-то нарративы, которые вообще сложно увязать с реальностью. В моем понимании это просто недостаток образования, вот аналитического специального образования, это какие-то такие полуфабрикаты. И, к сожалению, вот в нашем поле я их часто вижу и не устану повторять об ответственной аналитике, как о, знаете, как о кодексе этического поведения вообще тех субъектов, которые играют вот на этом поле. Много этого, не хочу приводить примеры, никого не обижать, но вот ощущаю это. И третье, о чем хотел сказать, это касается уже современности, это касается уже в том числе и переговоров, которые были по союзному государству. Что я уловил? Я уловил, ну, во всяком случае, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, я не увидел вообще никаких за последнее время позитивных нарративов. То есть вот читая одно за другим, понимая, что мир, в общем-то, и вообще геополитика не дает шанса сейчас для оптимизма, вообще в целом мировая, и все говорят о том, что как бы уплотняется это политическое поле, и в том, что нарастают конфликты и так далее, и так далее. Но вот все, что касается Беларуси, мы говорим об интеграции, мы говорим о каких-то экономических возможностях. Нигде не услышал конкретно позитивные повестки. Вот сколько не читаю за последнее время, везде все какие-то сценарии апокалипсиса. И мне кажется, что в этом есть проблема. Почему? Потому что, с одной стороны, даже открытой аналитикой мы не даем лицам, принимающим решение, шанс найти какое-то окно возможностей. Мы все время направлены на какие-то негативные сценарии. С другой стороны, мы тем самым формируем вот такую депрессивную аналитическую повестку, серую, которая ставит некие такие информационные тупики для любых решений. Договоримся – плохо, не договоримся – плохо. Беларусь идет на запад – плохо. Беларусь идет на восток – плохо. Беларусь не идет никуда – плохо. Тоже плохо. И все время – плохо. Это, мне кажется, что с точки зрения, в общем-то, движения, ведь, говоря по-английски, аналитика – это саппорт, это какое-то поддержка, какое-то обеспечение, обеспечение лиц, принимающих решений. И, в общем-то, традиция аналитическая, что это не только там какие-то с грифами доклады, какие-то, которые под ковер или под сукно куда-то в папках носятся. Это в том числе и обсуждение, и сегодняшнее. Но мы традиционно не работаем с окнами возможностей. Мы работаем только с угрозами. И у нас аналитика потихонечку сваливается в безопасность, в угрозы, в риски. И вот только этими инструментами мы и оперируем. Вот что хотел сказать. Я подвижу даже вот одними заголовками докладов, которые я говорил, что у меня на листике их порядка полутора десяток. Пропаганда, угроза, дезинформация, изматывание, расшатывание и так далее, и так далее. То есть вот это в подтверждении тезиса, что нет позитивной картины будущего. Будущее определено только исключительно негативно в тех докладах, которые у нас на слуху. Я не говорю, возможно, и есть, но мы их не видим. Я не могу их помнить. Есть такая партия. Есть такая партия, пожалуйста. Моя последняя книга была позитивной. Одно, да, что было. Тот же доклад Утрен, который вы цитирули, я не помню, как он там точно называется, но основка вопроса там же как раз-таки более чем позитивная. Но я, если можно, о другом. Я хотел в развитии тезисов Олега Сергеевича. Он сказал о том, что безответственная аналитика. Я думаю, что это еще можно моднее назвать. Такой хайп просто в информационном пространстве. Притом иногда он связан с элементарной возможностью отдельно взятого человека, сегодня сидя дома на диване или там еще где-то, создавать информационные поводы. Есть в соцсети. Мы, кстати, это видим и внутри Беларуси. Там с этим западом 2017. Какие-то импульсы пошли отсюда с Беларуси, и потом они там были подхвачены. Иногда это, мне кажется, делается, но просто людям там заняться нечем. Иногда самолюбие какое-то свое потешить. А иногда это просто способ поиска финансов. Отсюда и заголовки. Потому что вот журналисты любят именно вот такие заголовки. Мы выходим на очень важную мысль, что без СМИ вот эта аналитическая деятельность с громкими заголовками, наверное, на второй план уходит. А главное хайп, главное, чтобы подхватили, главное, чтобы это растерево-разировали. А если от этого какая-то практическая польза или моделирование какого-то позитивного будущего, да, это уже... Нет, я, кстати, не то, что я хочу как-то плохо о СМИ сказать, но даже по нашей стороне... СМИ нацепляются, это их, естественно, ага, увидел громкие заголовки. Так те, кто дает громкие заголовки своим докладом, они же тоже на это рассчитывают. Это же не для человека, который принимает решение в тиши кабинета, написан, значит, доклад. Значит, он написан именно, чтобы подхватить и, может быть, за этим белым шумом, вот как Валерий Осипович сказал, да, закамуфлировать какие-то реальные цели. Тут есть еще один момент. Вот Олег Сергеевич говорил про то, что необходима мгновенная подача какого-то материала, и СМИ, они требуют быстроты. А в ситуации, там, скоростного такого режима трудно написать качественную аналитику. Действительно, наверняка есть запрос на... запрос на заказ, на какие-то конкретные сюжеты аналитические. Необходимо делать это очень быстро, и в результате уничтожается качество аналитики. Вот Евгений, например, Минский барометр, я не знаю, но который, насколько надо все это грамотно и долго изучить, вот эти тенденции, которые вы выделяете, и это очень важно. А здесь, получается, мы видим какие-то... Вплоть до... Мы анализировали российские доклады аналитические, СИА, да, но там просто набор грамматических ошибок. То есть аналитика выпускается даже без оглядки на ее качество. И вот это тоже, наверное, быстрота нашего мира требует быстроты подачи аналитического материала. И это влечет за собой низкое качество аналитического материала, и ее конъюнктурность, и ее лозунговость, которая, собственно, главный заголовок бросить через СМИ. А там уже пусть общественность разбирается, правда это или неправда, и так далее. Ну и вот если можно тоже в развитии еще этого теста, тут об этом можно долго говорить, но тогда встает вопрос, какой вывод для нашей страны. Мне кажется, здесь вот... Да, да, подбираемся вот... Даже внутренне просто, с точки зрения действия аналитических центров, вот абсолютно развитие мысли у Валентина. Во-первых, мы должны понимать, вот вы приводили в том числе вот эти графики, да, они для этих пониманий... Коллеги, верните, да... На исследование Института Пенсильвании, вот это межегодно базируется, который подсчитывает здесь все интенки. И, конечно же, если мы считаем это исследование, мы обращаем внимание, что там представлено еще огромное количество различных категорий аналитических центров. И вот первый такой урок важный для нас, чего у нас очень долгое время не было, это вот этого структурированного экспертного поля, где кто-то выполняет там, скажем, функцию прямой коммуникации с исполнителем властью. Например, вот, насколько я могу судить, у BC такая функция. Есть понимание того, что по всем там текущим и более стратегическим вопросам, где нужно заглянуть за горизонт, вот BC это канал этой коммуникации, да. Но важно, чтобы в стране были другие формы этой экспертной работы. Потому что вот Валентина говорил, приводил некоторые примеры, они, я бы сказал, скорее ориентированы на публичное пространство, медиа. То есть, ну это ведь только один маленький сегмент этой аналитики. И понятно, что для Василия Петровича, сидящего там где-то тоже за кушеткой, ну вы не будете давать все расклады, которые нужно дать главе государства, правильно? Ну а если вы не будете Василию Петровичу давать эти расклады, у Василия Петровича в голове такая будет каша. Или ему кто-то даст другой. Да, потому что будет кто-то давать, у которого в принципе уровень подготовки такой же, как у Василия Петровича, но чуть лучшие скиллы в том, чтобы печатать на клавиатуре и еще формулировать заголовки. И поэтому вот первый очень важный для нас, конечно, вывод, это мы никогда не будем устойчивы вот в этом информационном обмене международном, если мы сами не сможем генерировать этот продукт, но четко понимать его структурированность и для цели принятия государственных решений, но также и для того, чтобы формировать внутри общества просто понимание того, что мы делаем. Вот если мы посмотрим на те же, скажем, ну здесь я скажу критическую вещь, опять-таки в отношении в том числе и средств информации, но вот та же, те переговоры по интеграции, которые мы сейчас наблюдаем. Ну вот кто помимо президента Беларуси формулирует какие-то понятные объяснения того, что происходит? Ну и президенты Беларуси здесь, я понимаю, целый комплекс государственных учреждений, да? Но ведь в СМИ, даже государственных, сейчас ты не прочитаешь ничего, кроме как повторения того, что сказал там Александр Лукашенко, и какой-то часто, к сожалению, достаточно банальной интерпретации того, что он сказал. Как правило, даже там интерпретировать нечего. Но игры на какую-то вот проактивность, да, на опережение практически нет. И это вот тоже еще один урок, который мы должны понять уже на смычке, что называется, средств массовой информации и синтемпля. Мне кажется, что мы описываем ситуацию международной нестабильности и ее отражение на аналитической сфере. Сейчас не только вокруг Беларуси как бы есть много поводов для изучения по-новому, но и в принципе в мире все пришло в нестабильное состояние. И это нестабильное состояние, оно привело к тому, что, в общем-то, в политических истеблишментах везде сегодня господствует психология тактиков. Сегодня все маневрируют, все стараются выжить, не попасть под жернова в этот данный конкретный момент и каким-то образом выкрутиться. Поэтому в аналитическое сообщество не приходит импульсов для каких-то реальных стратегических разработок. Это будет длиться еще некоторое время. Я думаю, что это будет длиться, пока в ведущих мировых центрах не будут проведены основные мероприятия по новой индустриальной революции. В Соединенных Штатах программа Трампа, в Европе своя программа, в Китае своя и так далее. Когда эти ведущие центры силы на планете перестанут сосредотачиваться на себе, как они делают сегодня, вот тогда они вернутся назад в мир. И тогда придет и стратегия, и заказ, но вместе с этим и борьба между этими новыми мощными силами по новой за переделу мира. Поэтому мы сегодня находимся в ситуации безвремени своего рода, такого цейтнота. И отсюда отсутствие реальных импульсов и от государств всех, и от каких-то других субъектов, которые могут выступить заказчиком для аналитиков. И отсюда вот этот хаос своего рода. И отсюда слишком большое внимание в аналитическом сообществе к медиям. Потому что медии дают хоть какой-то кусок хлеба, что называется. И это закончится лет 5-10. Я хотел бы сказать еще о том и поддержать Евгения в том плане, что, понимаете, традиция наша, национальная, заключается в том, что у нас нет аналитиков как профессии. И у нас нет дня аналитика. У нас, если мы посмотрим в классификатор специальности, мы там не увидим старший аналитик, младший, ведущий, главный там аналитик и так далее, и так далее. То есть мы к аналитике вообще относимся как к некому саму собой разумеющемуся. У нас на сегодняшний день аналитика – это не вид деятельности, это не бизнес. Он у нас не развит как бизнес. У нас действительно, мы идем сейчас по пути тому, что у нас создаются экспертные советы, общественные советы, и так далее, и так далее. Это те формы, действенные формы, достаточно эффективные, но со своими пределами. Когда приглашаются там люди умные, и у нас традиция такая, что, в общем-то, ну, как бы, ну, если ты умный, то поделись. И вот эти умные люди какие-то свои мгновенные мысли дают, но может ли существовать такая глубокая аналитика на общественных началах? Я приведу параллель с наукой, когда мы, в общем-то, в стране нашей проведена, ну, глубочайшая реформа, и она не закончена, связанная вообще с основой научных исследований, когда мы перешли к тому, что у нас наука финансируется, она платная. Если что-то нужно получить, значит, под это выделяются деньги. Понятно, что ученый для того, чтобы разработать какой-то продукт научный, ему платят за это. Мало того, что ему за это платят, мы до сих пор еще, до сих пор, вот эту потребность и возможность коммуникации науки и практики не восстановили. Но, тем не менее, принимаются решения, если раньше авторские права у нас были на стороне того, кто заказчик, сейчас их отдают, значит, исполнителю. И так далее. Меры предпринимаются для того, чтобы заработало вот этот интерес ученого к производству своего научного продукта. А с аналитикой-то, в общем-то, то же самое. На сегодняшний день, ведь, во-первых, мы привыкли работать без аналитики, то есть наши лица, принимающие решения, во многом. Хотя в мире и в той же Российской Федерации уже не так. Там искусственно, бройлерно, если хотите, поле аналитическое выращено. Множество субъектов, экспертных ассоциаций, различных фабрик мыслей, они работают и на федеральном уровне, и на региональном уровне, и на отраслевом уровне. Они все подсказывают, потому что это значительное повышение эффективности работы. Двухратный рост, как вот цифры показывали. А у нас мы по-прежнему считаем, что, ну, как бы, кто такие аналитики. Вот если мы спросим на улице, кто аналитик, каждый скажет, да я аналитик, а кто еще? И каждый скажет, что он там, что гасконцу не нужны академии, и каждый гасконец с детства академик. Я, может быть, непопулярную с точки зрения государственного служащего вещь скажу, но мне кажется, что, конечно, здесь должно быть пространство аналитическое. Оно должно вырастить, и государство должно поощрять это. Вырастить центры аналитические, не пропагандистские, а аналитические. А вырастить это можно только в одном случае, если будет понимание, что это вид деятельности, за которые надо платить. И второе понимание, что это значительное повышение эффективности принятия управленческих решений. На любых уровнях, на уровне бизнеса, любой отрасли, на уровне там субъекта любого. Когда будет это понимание, вырастет вот эта среда, тогда у нас увеличится количество отчетов аналитических и обзоров по Беларуси. Тогда мы сами начнем писать обзоры и пускать их вовне. Потому что это очень тяжело. Я для уровня BC скажу, что для нас это очень серьезный вызов написать глобальный обзор. У BC пока нет такого продукта, глобального обзора, например, за год, или прогноз, как от нас ожидают, на следующий год. Это очень сложная работа. Это работа просто свыше напряжения наших сил. Вот тогда появятся эти продукты. А как только они появятся, к ним будет интерес. Вот их будут читать. Потому что на сегодняшний день, конечно, на площади европейской Беларусь все равно еще пока не вполне белое пятно. Не вполне понимают, что мы из себя представляем, кто мы такие, какие у нас есть особенности. Не вполне. И я еще очень поддержу здесь насчет ярлыков. Вот вы говорили о том, что клише – это правда. Ярлыки, конечно, убивающие просто смысл. И за ярлыками мы теряем просто… Вот суть понимания нашей страны – их надо разбивать. Их надо разбивать. Надо говорить о том, что вот эти ярлыки – это не то, мы не такие. Даже позитивные ярлыки – все равно это то, что мешает аналитику пробиться к прямому пониманию тех событий, которые происходят в нашей стране. Да, здесь еще, мне кажется, специфика, может быть, с нашего государства в том, что у нас как-то очень четкое разграничение между научной деятельностью. Она концентрируется в Академии наук, в вузах, и ею занимаются соответствующие специалисты. И средствами массовой информации, которыми занимаются журналисты. А сейчас выросла важность именно то, что сейчас называется экспертное сообщество, либо аналитики, то есть которые находятся посередине. Деятельность которых не является сугубо научной, но и деятельность, которая не является погоней за хайпом, погоней за каким-то журналистскими сюжетами. И вот как раз действительно Олег Сергеевич прав, что здесь надо как-то выделять в отдельную, может, профессиональную отрасль именно аналитика, как человека, который занимается, ну, условно, там, стратегическим анализом. И затачивать в часть, например, наших научных кадров именно под такую деятельность. Потому что действительно аналитика, она требует умения работать с научным материалом, с методологией научного анализа. Но при этом она не сводится к сугубо научной деятельности. Поэтому вот это, мне кажется, очень важная перспектива выделить из этого пула ученого сообщества и журналистского сообщества пул аналитиков, которые могли бы направлять нашу страну, помогать, указывать на какие-то недостатки, перспективы, прогнозировать, ну и так далее. Спасибо. Вы знаете, вот эта вот тенденция к созданию из экспертов чего-то наподобие сословия, она есть везде. Сколько я этого видел в Киргизии или в Узбекистане, да, в России, потому что оно уже создано в России. Вот, мне кажется, что это, ну, мы никуда от этого не денемся, есть такая тенденция. Но в основе здесь есть и недостаток, потому что речь идет о своего рода действительно сословии. То есть о том, чтобы дать определенные права, обязанности, кодекс этики ввести, еще что-нибудь. Вот, это, по большому счету, полумеры. Потому что от тех, кого мы называем аналитиками, требуется какой-то продукт в виде, прежде всего, прогноза. Прогноз, он делается только тогда, когда он привязан к получению первичной информации и ресурса для создания прогноза от каких-то действительно долгосрочных единиц. В маленькой стране мы не получим такого. Для того, чтобы была качественная аналитика, скажем, в Беларуси, необходимо быть привязанными к какому-то большому инерционному, ну, обладающему большой инерцией, геополитическому организму. В нашей ситуации, в общем-то, он очевиден, это Россия. В Европейском Союзе, при всем их хаосе, все равно. Пока они строят свой Европейский Союз, у них есть необходимость в большом прогнозе. И так далее по всему миру. Вот в нашей ситуации, по-моему, именно на это надо обращать внимание. Потому что создать искусственно во многом, я бы назвал, псевдоконкурентную среду мы можем. Но она окажется в итоге совсем не тем, что мы ожидаем. Это вот примерно как Советский Союз, когда реформировался, создавали искусственно конкуренцию каких-нибудь кооперативов, шоковую терапию устраивали. Смысл же не в том, чтобы наплодить вот этих структур, как бы аналитических смыслов, чтобы они давали реальный результат. А дадут они реальный результат только тогда, когда они будут привязаны к большим, мощным темам и геополитическим организмам. Я хотел сказать, что для прогноза, для того, чтобы развить систему прогнозов, очень важно, чтобы тебя не сбросили со стены, если ты ошибся. Насчет прогнозов, первый человек сказал, что вот эта вот турбулентность на аналитическом рынке, лет 5 еще продлится, прежде чем 5-10 фабрики мысли возьмутся за ум и начнут наконец-то писать нормальные стратегические направленности документы. Я возвращаюсь к подаче аналитика Беларуси, правда и вымысел. А нам вот в следующем году, в этом мы насчитали порядка полутора таких аналитических докладов вокруг Беларуси, в основном с негативными сценариями, в следующем 5-10 лет, и мы должны просто воспринимать это как данность. То есть, да, нас будут анализировать не как самостоятельный субъект, а как объект, какой-то объект притяжения между Западом и Востоком, и мы должны к этому спокойно относиться или как-то давать контрпродукт, или что-то зажимать. Два тезиса, если позволите. Я вернусь еще назад, потому что мне кажется, что, говоря об искусственном выращивании аналитиков, здесь я бы не согласился. Почему? У меня глубокая убежденность в том, что на сегодняшний день есть большая потребность в аналитическом обеспечении деятельности на всех уровнях. А это с одной стороны. С другой стороны, традиция наша не позволяет нам, ну, то есть не дает нам шанса использовать его вот прямо сейчас, потому что было не в традиции. Ну, не в традиции было лицам, принимающим решение, иметь пул советников, пул экспертов, которые бы подсказывали. Это, как правило, говорилось о том, что если ты лицо, принимающее решение, ты сам должен это все дело уметь. И поэтому надо еще это показать лицам, принимающим решение. Я не говорю обязательно о чиновниках, я говорю о бизнесменах, о банкирах, о лицах, которые связаны со стартапами, с оценками рисков, с инвестициями и так далее, и так далее, и так далее. Это отдельный вид обеспечения. И с одной стороны, мне кажется, что в нем есть сильная потребность в нашей стране, а с другой стороны, у нас есть, мы все время говорим о человеческом капитале, мы все время говорим о том, что у нас есть большое количество специалистов, а коммуникации между ними нет. И я здесь с Валентином Васильевичем очень согласен, что дело не в создании, не в создании чего-то нового, а в коммуникации между ними. Что же касается вашего вопроса по поводу того, как реагировать, у меня есть два опасения по этому поводу. Опасение первое заключается в том, что любая концентрация внимания, ситуация, история временная. То есть вполне, или даже не то чтобы временная, а цикличная, назовем ее так. То есть вполне может оказаться, что со временем вот это внимание к стране пройдет, потому что есть такое понятие, как мода, будет другая тема модная, будет другое государство модное, к нему будут относиться. Мы видели такую ситуацию по нашим соседям, когда государства становились модные, потом от них уставали, и становилось другое государство модное. Вот я не знаю, поддержите вы меня или нет, например, какое-то время назад очень сильно заиграла Грузия, и мы видели, как она... И что хочу сказать, Грузии, в моем понимании, удалось вот эту волну моды поймать и на ней сделать туризм, и его удерживать. На сегодняшний день я вижу, как, например, мода появляется. Две страны я вижу, это Узбекистан и Азербайджан. На них есть определенная мода. Насколько они сумеют поймать вот эту тему, к ним обращен интерес. И для Беларуси, мне кажется, что это тоже очень важно, потому что мода пройдет. Она и потом жди очереди, пока она опять придет. И это первое. А второе, то, что, конечно, очень опасно. Здесь к нам мода не как к туристам, здесь к нам мода как к участнику большого политического процесса. И очень опасно в этой истории стать средством, из субъекта превратиться в инструмент. Это действительно так. И где здесь граница? С одной стороны, для нас очень важно это внимание, очень важно его, потому что можно монетизировать. И в плане туризма, и в плане инвестиций, и в плане политических дивидендов, и в плане того, что на сегодняшний день слышат очень правильно, слышат, и мы очень быстро сориентировались, и слышат наши предложения политические, крупные, и Хельсинки-2, и поиск цифрового добрососедства. Это правильно, потому что мы как раз поймали внимание, фокус на нас, и в это время даем вот этот внешнеполитический продукт. А с другой стороны, есть опасность в том, что мы можем привлечь хищников. Я вот, извините, может, я срефиксирую? Мне многое близко из того, что вы говорите, но я хочу переформулировать. Мне кажется, что, во-первых, отвечая на ваш вопрос, в нашей ситуации, когда мы не являемся нейтральной страной, мы не являемся страной между кем-то, мы находимся на границе между двумя союзными блоками, которые, в общем-то, находятся в состоянии холодной войны. В нашей ситуации, такую сферу, как аналитика, мы не можем сделать предметом полной свободы от контроля государства. Это, я думаю, все мы понимаем, о чем речь. Поэтому это... Ничего страшного. Это в любой стране так, и в Польше, и в Литве, и тем более в Украине, и тем более... Ну, большая страна, как Россия, там больше, как бы, степень свободы. Но, тем не менее, принцип один. Когда идет конфронтация, и вы находитесь на границе, всегда надо думать о государственной безопасности больше, чем о чем бы это ни было еще. Это приоритет, это одна красная линия. Ибо полезут разные, много кто полезет. Вторая красная линия, о которой мы должны помнить, что аналитический сектор, это тот сегмент, который, в общем-то, отражает реальную политическую структуру. У нас в стране нет межкланового противостояния, и нет развитых клановых объединений, которые могут выступить, как в Украине, например, как в Украине, с заказчиками для каких-то там экспертных групп. И слава Богу, что их нет. Поэтому вторая красная линия у нас не должна быть в аналитическом сообществе с как бы под видом конкуренции, на самом деле, отражения конкуренции, легализации каких-то или стимулирования развития клановых групп. Это значит, что тут вопрос тонкий, но эта красная линия, я, скажем, ее хорошо вижу. И таким образом встает вопрос, а что у нас может быть? Какие черты могут быть белорусского аналитического сообщества? Вот я, например, для себя давно сделал вывод. Значит, у нас есть четкая структура власти, нравится она кому-то или нет, но так сложилось и сложилось. Если произойдет переход к парламентской республике, тогда возникнет цех политтехнологов, как и везде, и пойдет развиваться это все, ну, как у людей. Но пока у нас четкая, ясная, понятная нам модель политического управления, надо из нее исходить. А это означает, что аналитики у нас нужны не для того, чтобы дублировать кого-то в государстве. Нам надо концентрировать внимание наших реально действующих экспертов на тех долгосрочных проектах, которые касаются Беларуси. Вот я здесь говорю смело, потому что я этим много лет и занят. У меня в поле моего внимания какие-то транзит, какие-то вопросы, связанные с чем-либо долгосрочным. И обязательно международным. Это позволяет привязать свой, как все называется, мозг к тому, что не делает вас инструментом чужого вмешательства на нашей национальной территории, ибо эти проекты нам нужны. И это позволяет не привязаться к интересам протоклановой группы, которые у нас тоже есть. Поэтому я думаю, что в ситуации с Белоруссией надо избавиться от иллюзии об искусственном создании конкурентной среды в аналитическом поле. Нет у нас реальной конкуренции, если не считать какого-нибудь там щаславия, честолюбия кого-то. Надо привязываться к изучению больших проектов, касающихся Белоруссии. И это является нашей позитивной программой. Если позволится, я хотел тоже сказать несколько слов об интересах Белоруссии. Еще раз подчеркну, что вот этот интерес, аналитический, информационный шум вокруг Белоруссии, он ведь все-таки главная причина состоит в том, что Белорусс проводит самостоятельно внешнюю политику. И Белоруссия сегодня суверенное государство. И все увидели, что это государство играет свою очень важную роль в этом регионе. И в рамках геополитического противостояния, естественно, за самостоятельный субъект международного права, международных отношений идет борьба. И это все мы сегодня видим и в информационном аналитическом окружении. Я хочу просто подчеркнуть, что для нас, для Белоруссии, главное укреплять наш суверенитет, нашу независимость, укреплять наш белорусский дом. И если мы это будем делать, то всегда покоя и спокойствие, в том числе и для аналитиков, но я говорю, в данной ситуации для политиков, для государственных деятелей, здесь не будет, потому что мы всегда будем находиться в центре интереса. И вы и по жизни видите ситуацию, что если человек ведет себя несамостоятельно, интерес к нему пропадает. Если государство ведет себя несамостоятельно, интерес к нему пропадет. Где были те государства, которые, я помню это прекрасно, это все на моих глазах было, когда страны Восточной Европы готовили вступление в европейские сообщества, потом в европейский союз, и как все крутилось вокруг них. Но в принципе, когда они стали уже частью политики, формируемой в Брусселе, или в каких-то других центрах силы, вопрос ушел. Все, процесс пошел сам по себе. Для нас, неизбежно, как независимость уверенного государства, мы должны понимать, что информационный шум, пропагандистские всякие взбросы, самые различные средства, борьбы, экспансии, попыток усиления влияния в Беларуси, собственного влияния со стороны разных стран, он будет продолжаться. Из этого надо исходить. Да, коллеги, мы уже завершающие аккорды. Завершаем, то сразу подхватываю на этой волне. Подхватываете, да. Потому что какая альтернатива нам? Закрыться и сидеть под шапкой, прятаться, и пытаться уши заткнуть, ничего этого не страшно. Тут, конечно, можно долго рассуждать про цикличность каких-то вещей, но я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что очень долгое время мы находились в ситуации, когда нас мало знали, знали вот эти клише, из них исходили совершенно неадекватно, выстраивали соответственно представление. Но и мы, в общем-то, не сильно эффективно, если работали, а может быть вообще не работали над тем, чтобы когда смотрят на Беларусь, видят, не так вот, как смотрю книгу и вижу фигу, да, в большинстве случаев, к сожалению, до сих пор так происходит. Каждый смотрит на нас и видит себя. Ну, мы в принципе понимаем, что большие игроки, там, если мы едем в Москву, то они как бы на вас смотрят, а за вами даже не то, что Брюссель видят, а сразу Соединенные Штаты Америки, я имею в виду даже не нас, то есть разговаривая с какими-то европейскими народами. То есть США тоже самое, как мы сейчас убедились, особенно благодаря усилиям Трампа, в общем, тоже особо не замечают ни Брюссель, ничего, а сразу уже напрямую Пекин. И в какой-то степени это участь вот таких государств поменьших, как мы. С другой стороны, это все-таки проблема того наследия, которое несколько, полтора-два десятилетия, где мы, ну, очевидно, не дорабатываем. И поэтому я вот вам обещал вначале, может быть, немножко, чтобы на позитивной ноте и заканчивать. Вот есть вот эти вещи, многие из которых абсолютно неадекватно здесь совершенно точно можем с этим согласиться. Но вот как показатель какой-то работы, по крайней мере, вот то, что мы отслеживаем. Я уверен, что больше всего такого и там по уровню парламентской дипломатии. Я в последнее время, кстати, вот Валерий Васильевич слышал много хороших отзывов и о вашем выступлении недавно в Берлине. Это ведь тоже все один из крупнейших европейских форумов по международным отношениям, которые, конечно же, формулируют у людей представления. Но вот то, что мы отследили, например, на прошлой неделе по нашей работе, это две публикации, может быть, вы тоже видели в Foreign Policy, но это тоже одно из таких наиболее авторитетных изданий. Вот если внимательно следить за тем, что мы пишем и какие-то тезисы продвигаем, то, в принципе, там очевидно, что люди просто взяли, ну, я знаю, как это произошло, просто взяли вот то, что мы продвигаем и применили с точки зрения каких-то своих подходов. Это не значит, что мы их как-то там коррумпировали и предложили им что-то, чтобы они эти тезисы взяли. Это просто вот есть тот эффект, которого мы добиваем, чтобы, наконец, смотря на нас, видели нас, и потом уже к тому, что есть в действительности, применяли свои интересы. И вот то же самое, еще более даже интересно, в пятницу, по-моему, вышла публикация, она совершенно небольшая, Польского института международных отношений. Мы буквально в начале прошлого месяца, в том числе в делегации были у нас представители BC, ездили на такой формат, который уже второй год мы проводим вместе с польскими коллегами, ведущими аналитическими центрами там. Двухсторонний закрытый экспертный формат белорусско-польский, где мы обсуждаем двусторонние отношения и пытаемся как-то обоими парами глаз взглянуть на международные отношения. И вот то, что я увидел публикацию, анализирующую возможности Польши развивать дальнейшие отношения с Беларусью, в том числе в области безопасности, и меня, я думаю, многих просто приятно удивило, потому что, наконец-то, мы слышим не какие-то там непонятные вещи, вот, опять же, смотрю на Беларусь, я вижу Польшу, а уже какой-то хотя бы попытку осознать объективные интересы Беларуси. И понятно, что еще, ну, идти нам миллиарды тысяч километров для того, чтобы мы достигли того, чего мы хотим. Но, по крайней мере, вот, есть показатель хоть какого-то прогресса. И поэтому нам ничего не остается, кроме как лбами упираться и вот заниматься этим. Но самая последняя ремарка, которая меня всегда делает оптимистичным, я, в том числе, академически занимаюсь малыми и средними государственно-мажорных отношениями. И вот что мы видим, по примеру, очень многих стран, не обязательно связанных с нашим регионом, что вот эти малые, казалось бы, более слабые, чем какие-то там гиганты геополитические, они все более часто оказываются эффективными. И есть даже сейчас целые теории, которые объясняют вот эту асимметрию в отношениях, и что получается на выходе. А почему они оказываются, я думаю, на самом деле, он, конечно, научный вывод, но он очень банальный. Потому что, когда у вас назад отступать некуда и терять нечего, то вы будете упираться изо всех сил для того, чтобы отстоять все самое ценное, что у вас есть. И вот у нас, к счастью, другого пути нет. И это вот не может не вселять оптимизм. Другой вопрос, конечно, работающий на тысячу лет вперед. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое за участие в нашем проекте «Экспертная среда». Это был наш второй выпуск. Мне кажется, мы основательно размяли непростую тему, которую отслеживают узкие специалисты, которые занимаются аналитической деятельностью. Да, в этом году было много аналитических докладов. Да, они еще будут, мы никуда от этого не уйдем. Но мы понимаем, что над этой темой, над обеспечением национальных интересов аналитической мыслью работают все страны, и Беларусь здесь не исключение. Мы тоже должны двигаться в этом направлении. Это была «Экспертная среда». До встречи в следующий раз. Спасибо. Спасибо.